В Японии вспоминают трагедию пятилетней давности, унесшей жизни более 18 тысяч человек. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в марте 2011 года на АЭС Фукушима-1 произошел сбой в системе охлаждения реакторов, что привело к взрыву. Огромные территории подверглись загрязнению радиоактивными веществами, десятки тысяч людей были переселены из своих домов, а вокруг реактора была установлена зона отчуждения. Это примерно 15% от уровня утечки радиации в результате катастрофы в Чернобыле в 1986 году. В момент начала землетрясения в 14.46 по местному времени по всей стране была объявлена минута молчания. Премьер-министр Синзо Абе и император Акихито возложили цветы у мемориального комплекса в Токио. Возрождение Японии невозможно без восстановления северных районов страны, поскольку я твердо верю в это и вновь заявляю о своей решимости восстановить север Японии. Перед заданием суда в Белграде сожжены флаги Евросоюза и НАТО. Акцию организовал лидер сербской радикальной партии Ваислав Шешель. По его словам, таким образом, он и его сторонники выражают протест тому, что Сербия, взявшая курс на сближение с ЕС и Североатлантическим альянсом, больше не являются независимым государством. Белградский суд в ближайшие дни должен вынести решение, выдавать Шешеля в Гагу или нет. 31 марта международный трибунал по бывшей Югославии должен вынести приговор лидеру сербских радикалов. Но он уже заявил, что не намерен присутствовать на суде. Ваислав Шешель, которого подозревают в разжигании межнациональной розни, добровольно сдался трибуналу в 2003 году. Почти 12 лет отсидел в камере в Гаге в ожидании приговора. В декабре 2014 года суд из-за ухудшения здоровья выпустил его под обязательство предстать перед судом на оглашении вердикта. Генштаб Вооруженных сил Турции объявил накануне о завершении продолжавшейся более трех месяцев антитеррористической операции в городе Диарбакыр на юго-востоке страны, в ходе которой были убиты 279 членов запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Тем не менее, в Суре продолжатся рейды против членов РПК, засыпка вырытых ими окопов и разбор баррикад, сообщают из Генштаба. Турецкие власти в декабре объявили комендантский час в ряде населенных курдами регионов на юге-востоке страны, где проходили уличные столкновения силовиков и членов РПК, в том числе в Диарбакыре. Представители прокурдской партии демократии народов утверждают, что в ходе операции погибли десятки мирных жителей. Десятки тысяч сотрудников предприятия «Украинские железные дороги» приняли сегодня участие в общенациональной кампании в поддержку украинской военнослужащей Надежды Савченко. Кампания с требованием освободить арестованную в России Надежду Савченко проходит во многих странах мира. Вчера она прекратила сухую голодовку, объявленную 3 марта. 21 марта Донецкий городской суд Ростовской области огласит приговор Савченко, которую в России обвиняют в причастности к гибели двух российских журналистов летом 2014 года в Луганской области Украины. В Ташкенте приезжающие на заработки внутренние мигранты отныне будут обязаны иметь свидетельство на работу, которое заменит им обязательную регистрацию. Срок действия свидетельства не может превышать 6 месяцев. В докладе Human Rights Watch говорится, что Узбекистан унаследовал от советских времен институт прописки. Столица Ташкент является закрытым городом, а граждане из регионов Узбекистана не имеют права жить в столице без разрешения специального правительственного комитета. Поэтому люди из бедных районов, прибывшие в поисках работы в Ташкент, оказываются лишены законного статуса, что ограничивает их права на образование и получение медобслуживания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин